Путина в наручниках Если уважаемый зритель вы тоже, то обязательно поддержите данный сюжет как можно большим количеством лайков, пусть эту правду услышит вся страна. Все граждан Российской Федерации обманули. Изъятие накоплений граждан и дорожная карта прихватизации государственной собственности по Чубайсу – вот это позор, который нам нельзя допустить. Возможно, некоторые думают, что люди забыли, как в одной части стали нищими. Они по-прежнему задают вопросы, мол, где ваши вклады, страховые накопления, облигации. Как сказала одна мудрая женщина, я живу на зло государству, чтобы дождаться того момента, когда вклады вернут по справедливости. А нынешнее государство, которое стало правоприемником Советской и Российской Федерации, видимо, решило ничего не отдавать. И тянется эта проблема еще с прошлого века. В Госдуме периодически задают одни и те же вопросы Министерству финансов и Центробанку. Ответы, как всегда, увилистые, но смысл этих вопросов один и тот же. А ответ тот же самый. Денег нет, но вы держитесь. И может быть, когда-нибудь мы что-нибудь вам вернем. Если люди, конечно, доживут до этого момента. Круто придумали, браво. А нам остается только похлопать. У нас в стране популярен лозунг «Не обманешь, не проживешь». И это очень плохо. Не в том деле, что Путин строит государство, которое не нравится мне или вам. Авторитарное или какое-то другое. Хуже, что он, объявляя себя государственником, государство разрушает. Последовательно и целеустремленно. Любое государство – это процедура и правила, объективно ограничивающие власть с первого лица. Но Путин и во внешней, и во внутренней политике стремится только к одному – к самовластию. Он никого не слушает, он сам себе режиссер. У него в голове своя сказка. Суверенитет в его понимании – это ограниченное не какими-то договорами право делать, что хотим. Государственные институты, любые, должны, как это и происходит, превратиться в бессмысленные имитации, чтобы ничем не мешать Верховному правителю, как и задолго до него Иван Грозный или Гитлер. Путин на месте разрушенного государства создает институты беспрекословного выполнения любых приказов. И все это мы увидели по ситуации в Украине с Донбассом или с той же пенсионной реформой. У нас не может быть парламентской республики, потому что при жизни нынешнего вождя не будет парламента. Не может быть теократии, потому что церковь при нем никогда не выйдет из того жалкого состояния, в котором находится сейчас. И вся страна в общем. Негативные последствия этой политики впереди. Когда все закончится в связи со смертью вождя или по любой другой причине, не останется ни одной структуры, обладающей хоть какой-то легитимностью. Потому что все прекрасно понимают, на каких подписях все это держится. Все придется начинать абсолютно с нуля. Хаос представляется почти неизбежным. Условный Шойгу не согласится с легитимностью условного золотого, а десяток комитетов общественного спасения будут враждовать друг с другом. Другое дело, что чем больше простоит этот режим, тем более коварным и долгим будет этот хаос. А по-другому лозунг «Долой царя» – никакой не экстремизм, а императив. Еще совсем недавно Путин делал вид, что он якобы ничего не боится. Его не смущает общественное мнение, потому что в России его как бы нет. А если оно есть, то, пожалуйста, выпишем вам штраф на 120 тысяч рублей. Пожалуй, я придержу свой язык за зубами. Он не опасается русского народа, потому что весь народ критически зомбирован телевизионной пропагандой. И опасность путинскому режиму происходит от пока безответной массы, которая способна переродиться в разоренную толпу. Видимо, Путин этого и дожидается. Я не могу понять, видя его политику, чего же он добивается. Путин боится, конечно, стихии разоренной толпы, которую ничем будет невозможно остановить, ни Росгвардии, ни кем. Потому что после мощных протестов на Болотной площади, Путин сделал все для того, чтобы подобное в Российской Федерации больше не повторилось. Сейчас у него прикормленная, забавная позиция. Он провел мощные чистки в армии и ФСБ, в частности, опираясь на частную армию Кадырова. Поэтому якобы некому восставать против него. Но неизвестно, будет ли армия Кадырова на его стороне на сегодняшний день, когда Кадыров отказался слушать приказы Путина, при этом заявляя, что он пойдет на преступление. Но санкции, наложенные на Россию после аннексии украинского Крыма и начала московского захвата на Донбассе, так и работают. И хотя пропаганда из телевизора сейчас заменяет населению здравый смысл, все может очень резко измениться тогда, когда россиянам нечего будет есть. А это станет самым побудительным фактором для российского народа, чтобы резко разлюбить своего политического идола Путина. Крупные пожары начинаются с небольшого возгорания. Также и восстание против власти Путина может начаться локально в одном периферийном регионе Российской Федерации, а затем резко перекинуться на всю страну. И тогда уже никакая национальная гвардия Путину и его соратникам не поможет. Русская история говорит, что в Москве почти все бунты связаны с голодом. Поэтому можно попробовать вывести своеобразную формулу. Возможность восстания в России является обратно пропорционально количеству доступной для населения пищи. Путин боится пугачевщины в России еще и потому, что после народного восстания ему придется отвечать за все содеянное. Однако, если элиты не используют последний шанс спасти от окончательного поражения России, убрав Путина, то можно спрогнозировать развертывание нескольких сценариев распада Российской Федерации. Но существует ли шанс у Москвы, по крайней мере, затормозить распад России и избежать пугачевщины? Да, но только при одном условии. Россия превратится в конфедерацию независимых государств. В таком случае она должна не только автоматически изменить свое название с Российской Федерации на Российскую Конфедерацию, но и осуществить быструю децентрализацию. У Путина сегодня трагическая ситуация в экономике. Если провести аналогию со времен распада СССР, то сейчас в России где-то 1990 год. Уже можно заметить первые признаки катастрофы России, но до сих пор подавляющее большинство россиян еще надеются, что это лишь временные трудности. Но мне придется вас разочаровать. Это не временные трудности, это вечное правление диктатора. Что вы думаете по этому поводу, уважаемый зритель? Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует...